Профессионалы и любители фотоискусства собрались в одном зале, чтобы увидеть работы самарских фотокорреспондентов. 140 монохромных снимков объединили в экспозиции «Чёрное и белое». Выставка открылась в историческом парке «Россия. Моя история». В экспозиции представлены работы членов фотообъединения областного союза журналистов. Принцип тот, что это работы, которые раньше не выставлялись, новые, потому что это свежее что-то. За отчёт, наверное, за год. Поэтому вот это главные критерии отбоя. «Чёрное и белое» фотография, она, конечно, в чём-то проще, а в чём-то сложнее намного, потому что, с одной стороны, за цвет не спрячешься, его нет просто. Поэтому тут только другие какие-то законы, там, свет, прежде всего. Свет, тень, ритм. Выставка «Чёрное и белое» – творческий проект, отражающий разные жанры, стили и авторские взгляды. Мария Кейлина представила на суд зрителей четыре работы. На кадрах изображены члены её семьи. Мне хотелось бы, чтобы увидели наличие какого-то смысла, какую-то интересную задумку, сюжет. Потому что мне нравятся жанровые фотографии, мне нравится, когда кадр цепляет. И хочется, чтобы зритель что-то такое тоже в них заметил. Геннадий Коломеец свой творческий путь начинал именно с чёрно-белой фотографии. На выставке представлены три его работы. И хотя фотограф занимается любимым делом уже несколько десятилетий, фото-выставки участвуют впервые. Чёрно-белая фотография, несмотря на то, что сейчас цвет, можно сказать, преодолел всё остальное, чёрно-белая фотография интересна тем, что она близка к графике, она более лаконична, она не отвлекает внимание зрителя цветом, цветовыми пятнами, позволяет как-то сконцентрировать внимание зрителя на том, что я хотел сказать. Выставку фотографий «Чёрное и белое» можно увидеть до 13 октября. Вход свободный. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.